Музейный экспонат Лучше работу выставлять на улице, потому что скульптура в помещении занимает задавленное пространство. Некоторые скульптуры имеют философский подтекст. Для того, чтобы их понять, понадобится открыть произведения мировой классической литературы. Например, основу идеи композиции «Три ангела» мастер позаимствовал у итальянского мыслителя. Как рождается человек и как ему дальше придется жить. Дело в том, что ангел принимает каждого человека и просит Господа, чтобы он ему дал талант. Среди большого количества лиц взгляд замирает на одном. Не часто встретишь настолько замысловатую скульптуру. Был такой поэт Руни. Он работал вместе с другими иранскими поэтами того времени. И у него была такая фраза «Зашейте мне глаза, пусть сердце будет глазом». Центральное место в творчестве скульптора занимает тема тавриды. Амфоры, сосуды в окружении олив и древнегреческих богинь. Все как во времена античности. Это модель скульптуры Нериды. Морской нимф. Ее законченный вариант находится на даче Чаир. Черезен тот факт, чтобы отлить ее из бронзы, нужно сначала разделить на части, а затем заформовать. Главные идейные вдохновители – близкие люди. В лице древнегреческой богини можно найти сходство с супругой художника. Работает мастер с разными материалами – глина, бронза и керамика. Основной материал для работы в скульптуре – это глина. В среднем на одно произведение может уйти около трех дней. В мастерской автора можно встретить исторические, античные, библейские мотивы. Вот, например, композиция «Исход». Люди покидают родные дома и уходят никуда. Скульптуры обжигаются в печи при температуре 1200 градусов. Конструкция изготовлена на заказ, и благодаря внутренней отделке об корпус не обожешься даже в самый разгар работы. Она работает уже больше 20 лет. Выложена из совершенно уникального кирпича, который изготавливался там, в научно-исследовательском институте. Искусство без границ. Работы мастера можно встретить в частных коллекциях в странах Западной Европы. Часть скульптуры экспонируется в Польше, Англии, США, Чехословакии, Украине и России. Ольга Литвиненко, Влад Мошек. Утро. Нового дня.